побежал наши в городе надо записывать а кто-то написал вот люди же живут же да вот девочки вот люди живут вот только и путешествует слышите здесь все не вылазят из машин всем на машинах да и вам кажется что мы еще едем и по делам еще едем куда-то вот но а люди вообще-то благодаря тому что у всех машины не всех машина что нет тротуаров здесь здесь не ходят люди но не заведено так вот даже больших городах да вот огромный город вот это орландо например да вот по нему мы едем и посмотрите ну где здесь здесь ты пройдешь где здесь ты пройдешь это кстати центр не центра ночи очень активное место городское где все расположено вот так за счет того что все люди на машинах они вот эти путешествия свои могут на своей машине и делать да ну то есть выезжать но не дальние там не поедешь на машине в калифорнию через всю америку поедь есть и едят но это же тяжеловато знаете вот а поскольку есть машина люди по месту крутятся очень часто вот по флориде вот как мы да и там другие штаты в соседние заезжая очень удобно и хорошо что-то посмотрите все равно все не обидишь а тем более я я не жила здесь я не родилась чтобы все обсмотреть но все равно хочется поехать в дальние страны и в дальние штаты а вот собираемся мы собираемся мы наверно в калифорнию вот полететь не было в калифорнии и полетим посмотрим кстати какие-то очень дешевые билеты почему не такие дешевые это как будто в лас-вегас что 50 долларов билет на самолет лас-вегас и самолет такой там компания что сидишь и то есть в полтора раза уменьшили расстояние между сиденьями у такие самолеты такая компания забыла как называться ярко-желтая с красным такой желтый с синим какие-то такие ой придурастая какая компания вылетели там только две компании ли и летят так а вот тесные такие все и за счет чего не все они же везут людей туда играть делают самые эти шевучие билеты и еда там не очень дорогая в лас-вегасе но лишь бы ты посетил ой господи спать хочется так нет я не сплю нет я я нормально написал что говорит спасибо что показываете нам америку такая не давай как просто как сказка недостижимая мечта и как-то так никогда нам там не побывать вот спасибо да да сам за за показ так сам не съездишь а вот за показ прямо чудо какое-то что такое ну типа флорида я так и не понимаю девочки ну напишите мне пожалуйста вот что особенно вам в америке нравится вот я имею ввиду что то вас очень поражает да у меня глаз замылился я уже этого не вижу но я говорю конечно что вот что легче жизнь давно от преимущества как когда-то было среди блогеров что 10 преимуществ в жизни в этой стране вот 10 10 причина почему надо жить в германии она там перечисляет именно 10 или там 10 недостатка в жизни там что там она говорит в австралии а вот было такое когда среди блогеров кто-то бросил клич несколько лет назад если помните так года четыре назад и каждая значит рассказывала каждый но но мне вот интересно у меня уже глаз замылился я просто ну как по преимуществу говорю что но со своей же стороны да когда глаз замылился и вот живешь здесь да а бывает по всякому кто-то и болеет да кто-то и деньги теряет я имею ввиду купил что-то она не в дугу или куда-то вложился не надо или работу потерял или что-то самое то есть по-разному бывает вот но с моей стороны просто из преимуществ легче жить ну вот полегче жить понимаете легче и экономически легче жить и по здоровью учитывая что неудобно они южили 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 это обычно он обычно что-то это у тебя хани здесь находится о это такое то дарит о крошка находится крошка картошка ну так легче и по здоровью тоже ну то есть ну потому что у всех есть машины они давно водят без машин здесь просто жить и просто практически невозможно ну то есть тебя тебя вынудили тот только родился и тебя вынудили сразу сесть в машину понимаете бабка дед ты инвалид ты инвалид значит машину подделают и ты будешь ездить вот по той полосе да если дрыг 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 медленно но они так не ездят ну смотря кто какой если уже очень человек там так это дизабилити называется но инвалид у него сделана машина под него кстати это оплачивают эти страховки вот эти какие-то там переделки но есть конечно свои правила там например не каждый же год ты можешь менять машину тебе будет бесплатные пределы ну какие то есть там они хотели боты свои что-то есть вот и это самое ну то есть поскольку в машине сидишь это легче с одной стороны вроде как вот и все города в машине сидишь сидят задницами раскормились значит американцы но это с одной стороны но не все же эти же американских девочек сколько кстати сколько их там то есть процентов ну не знаю но 15 может процентов америки остальные 85 более-менее кто-то написал что критвы на мальчиков посадь покажите американских теперь а кто-то ниже пишет кто живет в америке а горит мальчики у них выглядят так же как девочки но нет мужики американские у них ну на мой взгляд немножко получше выглядят чем женщины если брать только внешний вид да лицо но лицо там тело да то но получше они потому что как-то английское такое ну вот основная масса 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 вроде бы как они из англии да по наехали хотя смешанные тоже все у кого-то мы с германией перемешались и вот тоже война вторая мировая дала очень много этого перемешанного люда с немцами очень много и до и до войны и до войны они вспоминают и говорят а у меня дед немец а мама там это самое англичанка значит вот так вспоминают но они ни корней ни фига своих не не языка ничего они учат и не знают и все давно потеряно и когда я сейчас спрашиваю я говорю ваши родители например дядька там да 60 с чем то лет я говорю ваши родители говорили говорили но уже потом по-английски уже потом меньше а войну вообще боялись говорить на немецком вообще боялись говорить на немецком то что скрывали и кори с детьми вообще не разговаривали как у меня говорила моя учительница когда рассказывала была одна немчура хорошая она это хорошая учительница и я ее называю немчура это кстати это джетский это джетский это wave runner wave runner да так это мне вчера мне эта учительница рассказала что и родители шепотом разговаривали чтобы мы дети не слышали немецкую речь ну чтобы не учились и это самое то есть войну побаивались осуждали соседей все то есть понимаете так что не только у нас везде такое просто у них не было сталина чтобы он их повыселял немецкой национальности чтобы она куда-нибудь в пустыню у нас здесь есть во флориде заболоченные там какие-то места с аллигаторами вот туда их вот как у нас разделял в эту в казахстану да отпер или и в сибирь да встречала я в россии уже нет я встречала потом уже переехавший в германию людей приехавших к нам в россию на в какой-то санаторий я была и она мне рассказывала что я горит из сибири нас горит этот самый сталин туда выкинула она была ребенком и вот она рассказывала что те умерли те умерли из семьи очень быстро почти сразу бабушка в дороге умерла потому что теплушки ехали поезда по четыре месяца двигались там из например из москвы до какого-то сибирского города с немцами выкидывала быстренько так что а в америке только боялись разговаривать чтобы немецкой речи не слышно было соседям и всем и чтобы дети не повторяли потому что дети есть дети выйдут на улицу будут лопотать там на немецком так они старались учить быстренько английскому языку чтобы только английская речь звучала в доме вот ну разница да кто-то в теплушке сдох а кто-то это самая теплушка ну эти вагоны то что я их так теплушками называю общие вагоны шли по 4 месяца она говорила стояли по несколько дней на каждой станции пока доехали до места и она кстати там бабка да вот вспомнила я ее она уже бабка безусловно такая уже была она когда приехала в Германию это же стена когда упала да когда Горбачев значит это самое я разрешила им это сделать приехала я говорю ну как ой очень тяжело было тоже я работаю по-моему она и тогда еще работала ей было вот лет 60 все она работала я всегда удивилась думаю пожилая работает у нас же 55 в Советском Союзе и пошел на пенсию да а она думала что она в Германии работает тем более по такой программе же поехала этих немцев уже все собирали тогда да да это где-то она в начале 90-х туда рванула и я говорю что вы делали помощницей зубного врача даже не ассистент а вот ну ну может быть клина может она там вот это мыло что-то помогало в этом роде не медсестрой нет она не специалист а вот просто помощницей зубного врача короче в зубной клинике в частной делала что-то я еще тогда удивилась вот это да приехать думаю в большую другую страну еще там работать 60 лет да еще в зубном кабинете значит мыть мыть пробирки да вот инструменты вот ну тем не менее на западе срок пенсионный возраст великий давно у них большой у нас сейчас да во всех наших СНГ странах делают а у них это давно вот так так про что я я про то что напишите пожалуйста что что вам очень нравится здесь вот что бросается в глаза ну вы нежели не знаете а так чисто визуально и по той болтовне которую вот все болтают что именно нравится да и что не нравится вот прямо мне интересно я говорю с той позиции что жить и жить легче я же говорю даже передвижение легче дороги классные широкие а дороги это вот как ну как у вас вот транспорт работает хорошо да общественный вот я помню что дожидание этих автобусов троллейбусов что вы вымерзнешь на этих остановках пока дождешься и обязательно куда-то опаздываешь и так далее а здесь не зависишь ни от кого должен ехать и все то есть свое время и все это ремонтируется здесь быстро так это ну то есть люди платят налоги видим за что мы платим другими словами знаете может быть не все там так это и идеально но во всем случае больших проблем нет в этом отношении чтоб я еще назвала с продуктами легко то есть вот с едой обкормить семью вот с этим вот вот с этим намного намного проще с деньгами ну в россии тоже сейчас все есть да если деньги есть но все равно там как-то вот ну была же вот когда я три года назад все такое скудненькое такое там все такое жадненькое вот ну так не знаю как сказать где-то в каком-то ресторане лишнюю салфеточку в кафе не положат тебе все так жадненько порезана миленько так это вот я имею ввиду вот этот오�면 тразд 3 это салфеточки какие-то в какой-то кофейне что-то такое все это такое вот жадненькое на столя она стоит в америке все это стоит эти все сахара эти все крема там в кофейне на приб bus это стоит на столе или сколько хочешь добавляить сколько хочешь салфетки везде Сколько хочешь, бери Даже зайди туда В кофейню, набери салфеток и уйди Если тебе надо, если что-то пролил Например, в машине или ребенок Может что-то случилось, но мало ли что Вот Возьми эту кучу этих салфеток И выйди, никто тебе ничего не скажет А, ну еще Вот что самое главное Самое главное здесь И что как приехала, поражала и сейчас Вежливое очень обращение Люди совсем другие Они воспитаны совсем по-другому Вот эти все Американские девочки Кажутся такими, да, страшнючими на вид Я имею в виду, одеты Все неправильно, что толстая Одевается так, как будто она пионерка Вот И независимо от того Ты вот с ней начни разговаривать Если она именно американка, понимаете То есть если она здесь родилась Или выросла здесь Вот Они очень вежливые Они терпеливые Они будут выслушивать Терпеть Они здесь, конечно, друг другу Все там Ну как-то так они не рассказывают Чтобы незнакомым Это все там Что-то про себя рассказывать Знакомые встречаются Рассказывают Но все равно они терпели Пейшент, говорят Вот они терпеливо выслушивают Кивают И с тобой будут соглашаться Вот Что бы ты там ни говорил Не, ну если ты будешь говорить Что я собираюсь его убить Они будут возражать, да Кого-то там Вот То есть скажут Ой, зачем же тебе надо Не делай этого туда-сюда А так вот скажут Да, да Если ты говоришь Что я хочу В том районе купить там квартиру Или что Только очень близкие будут говорить Ой, да ты ж не едь Там же вот так вот плохо Близкие или какие-то очень А так вот люди Где-то в какой-то беседе Там может Я не знаю В каком-то транспорте Может где-то в самолете Летят вместе И все Они тебе скажут Да, да Хорошо И все такое То есть они Так это подбатривают Поддерживают Вот Не, в этом отношении Конечно классно Такие Человеческие Отношения Такие вот Ну По-доброму Понимаете Притом С любым человеком Особенно где-то В бизнесе Если она работает Если она привязана К своему месту И А ты с ней Продолжаем Резкое перемещение Не правда ли Но Да Если вот Особенно в бизнесе Американцы То есть Ну везде Любая контора Любое учреждение Любой магазин Очень-очень вежливая Вежливая что-то Иногда даже выйдет Из-за стола И пойдет тебе Показывать кабинет Вот если ты какой-то Потерялся там По коридорам Вот Да Да Это да Вот Ну в общем Даже Даже споры какие-то Вот бывают Что-то там Я помню Какой-то диск Мне не отдавали С этого С больницы То ли не отдавали То ли мне его не сделали Ну вот сейчас же Эти всякие рентгены На дисках Да И я что-то говорю А что диска нет Разве так я Говорю за ним приехала Ну что такое Ну в общем То ли я не переспросила Тогда еще раз То ли я не Ну не знаю Кто там из нас виноват Но Факт тоже Я говорю диск А он мне отдает И говорит Вообще диск Говорит у нас Платят Это конторщик Мне говорит Не медсестра Не этот самый А клерки Которые бумагами Занимаются И отдают тебе Врачебные документы Там да Вот окошечко А он мне говорит Что вообще диск Говорит у нас То ли 5 долларов Он мне сказал Как-то так Что там Они взимают плату А медицина Это под страховкой У нас да А я так еще А меня что-то Понесло Что он мне Что-то нужен был Этот диск Что-то моему врачу Отнести Что-то так Думаю Как это они так Не сделали И я говорю Ну вот еще Мы будем С 5 долларов Сейчас Говорю с вами Это самое То есть Из-за этих 5 долларов Мне диск Не отдавать А у меня не было У меня была карточка Я говорю Карточки А принимаете Нет А если карты Не принимаете Значит у вас Нет этого терминала Значит вы не должны Взимать Плату Ну по идее Понимаете А он же тогда Нет Что там Квитанцию Что-то такое В этом роде Я говорю Я не собираюсь Ждать вас За 5 долларов Приезжать Опять Это самое И вот Разбухтилась Тут же Тут же О, ну, ну, ну Мэм, мэм Мэм Сори, сори Мне дают Самое Извините Извините До свидания Отдает Диск Пошел Ну так Ханечка Ханя брызгает На меня водой Из этого Из прескалки Чтоб меня освежить Чтоб я болтала Так не очень быстро Ханя, стоп Ханя Ну, так это самое Да То есть Ну, такие они Скандал не будут затевать Понимаете Чтоб не случилось Помню В ресторане На день рождения Заказали На мой день рождения Заказали мы ресторан По телефону По-моему, да Заказали ресторан Сказали, что день рождения Ну, то есть Уже ж люди придут Уже это Приходим А все занято Забито То есть Полный ресторан людей Они нам говорят Ой, нет Нету Нету мест И что-то такое Ждать не могли бы Подъехать через час Что-то в этом роде А знаете, на день рождения Распуфливался Идешь Хотя у них же здесь ресторан И едальня Да То есть Едальня Только ешь и все А вот там музыки Ну, музыка какая-то Что играет там фоном И все Вот Ну, только что Хороший ресторан Блюда хорошие Дорого Был ресторан Был ресторан Большущий Но как-то Они упустили Этот заказ Что Наше место Они забронировали Для нас Столик И что-то такое Вот я помню Мы возмущались Но они Непровиваемые Ты им говоришь Как это можно Ты-ды-ды-ды-ды Будешь бухтеть Да Вот Они непровиваемые А у меня Хазбан подумал Ой, напрасно Пошли в другой ресторан Я говорю Что вы пошли В другой ресторан Они сказали Стол поставят Где-то найдут Когда начали Они искать стол Стол Ставить стол Кажется Мы сели тогда Да Кажется Мы сели тогда Ну, знаете Настроение уже не то Ты-ды-ды-ды Вот Ну, непровиваемые Вот Я их и так И сяк И Хазбан То-то-то И сяк Вот хоть бы сказали Да что вы Нас Это со мной Ошиблись Ну Хотя бы Нет-нет-нет Там О, да-да Сори Да, извините Ну, ду-ду-ду-ду Непровиваемые Нет Ну, то есть Не идут на конфликт Не отвечают конфликтом Понимаете Вообще То есть Ну, так вот Есть такое у них А мы когда сели Я говорю Чего это я должна идти В другой ресторан Сейчас Это они, говорю Придерживают сейчас очередь А за нами люди были Тоже знаете Знаменитый такой ресторан большой Ну, может Коломб Коломбус Коломбус Может, кто знает Коломбус Здесь рестораны Это Бразильские Ну, на бразильский манер Там все говядина Говядина У них же коровы Там в Бразилии Сплошные Вот И как-то блюдо Там в Бразильске Хороший ресторан Такой дорогой И хорошее блюдо Там Ну, да Так Это сеть ресторанов По Америке Вот Сели А я говорю Чего это я должна идти В другой Это Пусть они, говорю Держат Людей То есть За день По очереди Не зайдет человек А он еще Говорит Не надо Когда В этот То есть Если ссоришься С людьми Которые тебя кормят Лучше Нежелательно То есть Этот же официант Будет Недоволен Ну, потому что С тобой поссорился Да И туда-сюда Говорит Не надо А то, говорит Пальцы в еду Опустят Ну, как-то он так сказал А я говорю О, даже так Может быть А сама подумала А, да Не в ресторане дело А в официанте В этом Человеческом факторе Черт и что Он там Может Или Повару сказать Что Да нет Повар там уже Ни при чем Но В общем, короче Вот так Короче говоря Он имеет в виду И поссорилась Не иди ешь Не иди есть В этот момент Имеется в виду Ну, так Ну, это, конечно Уже наши Возрастные Такие Анализы Зная людей Да Человеческую сущность Они просто Держатся Все, конечно На людях А там Кто его знает Хотела сказать Плютут в тарелку Ой, кошмар Не знаю Но У нас У нас Какого-то Здесь Кандидата Выбирали Этого В эти Он Да, он баллотировался По-моему Да, в президенты Было Вот Когда Выбирали Трампа Да Четыре года Назад И вот Выбирали Этого Кандидата Так он Какой-то Там Так у него Вспывали Нужно Знаете Начнутся Раскапывать У того Любовница Была Где-то Тот С тем Тот С этой Тот С этой А вот У того Дети Тот Значит Глуп Тот Дурак Кто что-то Украл Тот Где-то Наркотиками Баловался Ребенок То еще Что Все Находится Да И все Сразу Публикуется Про всех А А про него Сказали Что он Когда работал Молод Представите Это ему Сейчас Там 68 Ну 70 лет Этому Кандидату Да А Этому Кандидату Не Ну Этому Не 68 Этому Намного Меньше Ну Так Вот Он Баллотируется А Раскопали В молодости Когда он Еще А в студенчестве Здесь же Работают Пацаны Девочки Да Здесь студенты Даже из богатых Семей Они работают Они заработают Деньги Очень любят Это делать Потому что Свободные деньги И По вечерам Где-то там Часто Официантами Работают Студенты Да И вот Он так Работал Это было Когда 50 лет Назад И вот Раскопали Эту историю Что он Был Как-то Замечен И Ну То ли Осужден То ли Получил Вот Какой То ли Выгнали С работы То ли Что-то Ну Видно Вот Это Было Как-то Это Опубликовано Если Они Нашли Да Что он Плюнул В тарелку Клиенту В ссоре Где-то Там Не в ссоре Ну В смысле Поссорившись С ним Потом Принес С плевком Тарелку Можете себе Представить Потом Начали Опровергать Что это Неправда Что Такого Не могло Быть А где Доказательства А что Суд Был Или Не суд Был Ага Не суд А это Значит Административное Взыскание Было А какое И вот Это Пошло Поехало Поднимать Какие-то Документы Которых Там Не оказалось Свидетели Начали Искать Которым Уже По 80 Лет Знаете Там Ну Такое Вот Так я Про что Конечно Может Кто-то И плюнет Тарелку Но В общем Американцы Народ Вежливый Вежливый Предупредительный Учат В школе Так Ко всем Относиться Просто Никого Не осуждать Почему Вот И девчонки Такие Толстые Они Не стесняясь Ходят Везде У нас Бы уже Опозорили У нас Мальчики Посвистели Вслед И Обзывали Жирное Нежирное Туда-сюда А я Помню Как Этот Мардегра Был Фестиваль Здесь И шли Мардегра Был Фестиваль И шли Эти На фестивале Школы Хайскул Да Это Семнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Лет Дети И вот Значит Может Студент Нет Студент Хайскул Вот И Толстые Девчонки Одеты В обтянутых В этих Лосинках Каких-то Юбки Такие Как у Балерин Пачки Что-то Такое Надето И Этот Колпак И у нее Барабан В руках Она Тарабанит Да И вот Это Барабанщиков Это Шествие Турум-бурум Вот Потом На трубах Идут Сзади Мальчики Турум-бурум Пританцовывают Ну представляете На фестивале И вот Девчонки Они все Одинаково Одеты Худую Толстую Одели Одинаково Коротюсенькую Юбку Или Какие-то Шортики С гольфами И вот Эти Кадушки Девчонки А их же Тут Много Тут Среди Я сказала 15% Ой Больше Наверное Третья часть А ну Очень Толстая Она ж Ужасно Смотрится В той Одежде В которой Одеты Куде Девчонки Тем более На их фоне Вообще Кошмар Еще в белом Вечером Кошмар Или там Ярко-красное С белым Ужас Ну Это Праздничная Фестивальная Форма И я помню Что пацаны Стоят в толпе И думаю У нас Боже Заорали Засвистели Этих бы Девок Вообще А те Кричат I like that Мне нравится Вот это Друг другу Не ей Мне нравится Вот это Вот это Которая последняя Мне нравится I like I like her Мне нравится Она У нас бы уже Оскорбления пошли Вот этот пацан Мне кажется Там Ого корова Ой-ой-ой Катишься Ну что-то В этом роде Да скажут А здесь Ой-не-не Мне нравится Вот последняя Именно последняя Мне нравится Ну вроде бы Шуточку Все понимают Что Это самое Но не оскорбляя И еще Кто-то Мне говорил Кто вот Детей Здесь уже Доращивал То есть Ну в таком возрасте Когда уже Начинают они там Срещаться Туда-сюда Говорят И девчонки Толстые И мальчишки Тоже Потому что Никто не осуждает Если бы было Такое осуждение Как у наших Детей Ну когда мы Росли Например Да и сейчас Наверное То же самое Вот Они старались бы Похудеть А так Они это не чувствуют Их никто не обижает И вот И они продолжают Кушать Понимаете То есть Вот Типа толерантность Вот все люди равны Все люди важны В любой одежде Любой расе Любое Это вероисповедание Никто ж не будет Осуждать Никакую церковь Никакое ничего Где-то я услышала Недавно Вот Смотрела Какие-то передачи Что Свидетели йоговы Это Секта В России Что секта В России Да У нас это Открытая Это Религия В открытом виде В полном Вот это да Что здесь секта Считается Да А какое Что у вас еще секта А баптисты Тоже у вас секта Да Слышите на люди Вот это да Ну да По-моему Я помню Были баптисты У них церкви Не было По России Да Вот в России Я помню Что вот Я даже помню С мамой работала Баптистка И надо было делать На легких операцию Что-то отрезать Часть легкого Срочно Она не соглашалась Потому что Религия не позволяла Этого делать Ну я помню Что вот Что у них не было Они съезжались Где-то По крупным городам Встречались На своих митингах У них страшно Митинги любят Все митингуют Каждую субботу Они съезжаются А нет То свидетели Иеговы Съезжаются Каждую субботу Баптисты не так Но неважно Они тоже съезжаются Вот она съезжалась На свой митинг И спрашивала Там у своих Этих Старших Священнослужителей Да Вот что ей делать В связи с болезнью Они сказали Вот нет Религия не предусматривает По какой-то там причине Не знаю Вот И это самое И нет Было у них В церкви Здесь полно Здесь все Эти самые Баптистские церкви Вообще На каждом шагу Прямо интересно Мне знать Напишите Вот Так Что я хотела сказать Ну вот Это то Что вот Из хорошего Да Я сказала Что продукты Легко Покупаются Не только продукты Слышите Одежда Нет Даже продукты Может это второе дело В Америке Очень дешевая одежда Конечно не по тем магазинам Где вот я хожу Там получше Фирмы Эти бренды Смотришь Получше Чтобы ткань была холодная Да тягучая Да такая Да секая Там рассказываю вам Вот что трогаешь ткань Да-да-да-да Понятно Там дороже Там платится 100 долларов И это Да И выше Вот А Обычная одежда То есть Которую вот Ну можно Ну по-русски Я же сейчас уже Там эти рынки Уже перестали Как-то существовать В России Нет Модули какие-то есть Да вот На рынках Ну не важно Это то же самое Вот если взять Вот тот уровень одежды Как вот россияне Тоже забегают В этот модуль Покупает что-то себе Но подходит и пошла Если она Доходу Не Этого Не олигархового Да Вот Тоже что-то покупать Не только в магазине Не только что-то дорогое Брендовое Ну и где-то еще по пути Да В этих вот На рынках То эта одежда Будет очень дешевой Дешевой На доллары Понимаете То есть Она будет просто Копейки стоить Пересчитав Ваш базарный Комплект Одежды На ваши рубли И пересчитав На доллары Здесь Подок Такой же Такой же То будет очень дешево Просто копейки Поэтому они Не жалеют Мне эти всякие Футболки Шорты Засовывают В эту Драймашину Вертолет Полетел Засовывают В драймашину И Драйят Как хотят Особенно если еще Хозяйка не вдалая Абсолютно Не обращают Внимание Все вместе Одним цветом Вместе с кроссовками Вот Одежда Обувь дешевая Вот это Вот я забыла Сказать Да еще При том Что здесь же Меха натуральные Не приняты И все эти В больших городах Носят Но я имею ввиду Так Это вот Это самое Поэтому Все это На искусственном Смехе С искусственным Смехом Оно все Не очень Не очень Дорого Вот Поэтому кучу одежды Может Да еще Ну а еще Все знают Магазины здесь Ну как и вы знаете В районе Что пойдя в мол В какой-то бутик Это будет вот столько А пойдя В какой-то магазинчик Там-то вот Одежды Вот там я присмотрела Там даже и цены Другие дешевые Так же и здесь Короче Напишите Что вам нравится И что не нравится Правда Вот как вы это видите Наблюдая просто Как Наблюдатель Из машины То что вот Показываю Я показываю Другие Вот что именно Может быть В каком-то Глобальном Размере Объеме Вы скажете Не просто Там по тряпкам А Ну что именно А ну и чисто Здесь Вот это Для меня важно Для каких-то там Мужиков Или кто-то Не обращает На это внимание Для меня важно Мне хочется ходить По чистому асфальту И смотреть на Не то что там Цветы распускающиеся Розы Везде Нет Ну я имею ввиду Хотя бы вот это Подстриженные кусты Вот это вот нужно Вот мне вот это нужно Как-то вот я иду И у меня Душа радуется Что я иду Около подстриженной травы Подстриженные кустики Или еду Ну вот в этом отношении Вот Не все я конечно Перечислила Ну ладно Разговор это не такой Не такой короткий Как это видео Напишите Что по вашему мнению Может вы ошибаетесь Просто напишите Как раз будет о чем Поговорить Может вы И обшибаетесь В этом отношении Ладно Девочки Мальчики Ой у меня здесь Камера на это Да Я там людей Просто хотела показать Ну ладно До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok